Либо же инвестируя через какие-то различные инструменты, либо же создавая какой-то бизнес себе. И таким образом тоже иметь какой-то дополнительный источник дохода. Я склоняюсь к варианту, что нам для начала нужно с вами научиться копить. Прежде чем распоряжаться своими деньгами. Как только мы научимся с вами грамотно распоряжаться своими, а потом уже как только мы научимся с вами копить, только тогда мы уже сможем грамотно распоряжаться этими деньгами. Инвестировать, приумножать, запускать бизнес и так далее. Вот собственно без умения делать регулярные накопления, собственно и распоряжаться нам с вами нечем будет. И поэтому главное правило финансовой независимости именно так и звучит. Финансовая независимость, состоятельность и богатство, Это не то, сколько денег мы тратим с вами, а то, сколько накапливаем, каким состоянием владеем и как им распоряжаемся. И, собственно, мы сегодня с вами поговорим не только о том, как мы можем эффективно делать накопление, минуя все какие-то там препятствия или сложности, но и также, как мы можем одновременно их приумножить на свои средства. И вот по поводу препятствий, вот, конечно, меньше всего хотелось бы останавливаться сегодня на этих препятствиях, с которыми каждый человек сталкивается, когда принимает решение делать накопление. Наверняка вы их лучше меня знаете, вот можете сразу выбрать один из вариантов, да, с какими препятствиями вы чаще всего сталкиваетесь. Напишите, пожалуйста, номер проблемы, возможно, у кого-то какая-то своя есть проблема или препятствие, например, там, не знаю, жена. Которая там постоянно хочет себе купить какую-то новую вещь. Ну, что угодно. Вот лично у меня удавалось накопить нужную сумму всего лишь пару раз. Но делать это регулярно, на регулярной основе и поставить это за правило я так и не смог. Все попытки всегда рушились каждым новым днем. Бесконечные форс-мажоры, либо же эмоциональные покупки никогда не дают до конца, дойти до конца. Но как бы там ни было, я нашел решение о своем проблеме. Этим решением я сегодня поделюсь с вами. Что я на сегодняшний день делаю? Я просто без всяких проблем откладываю регулярно, каждую неделю абсолютно комфортную для меня сумму. На протяжении срока, который я сам себе выбрал. И на выходе получаю всю накопленную сумму плюс 50%. При этом у меня уже нет прежних препятствий и проблем, как это было до этого. И с огромным удовольствием хочу представить вашему вниманию революционный инструмент для накопления средств Суперкопилка. Данный инструмент вам легко позволит накопить нужную сумму и на выходе, как награда за свои старания, получить плюс 50% или выше своим накоплением. И что самое главное, вы сможете делать это постоянно и на регулярной основе. Это совершенно новый продукт на рынке финансов, на рынке интернет-проектов, который раньше еще не был ни с кем реализован. Я здесь делаю акцент на накоплениях, потому что именно здесь мы приумножаем путем накоплений. Вот здесь проблема у кого-то, как мотивировать себя, что-то делать. Да никак, оставайтесь в жопе. Отличная мотивация. Давайте только не выражаться такими словами, потому что мало ли здесь такие люди находятся. Может быть не совсем приятно кому-то читать такие вещи. Так, и давайте же разберемся, что же такое Суперкопилка. Суперкопилка это система взаимного финансирования, в которой люди объединились и решили финансировать друг друга по заданным правилам и алгоритму путем совместных накоплений. Также можно сказать, что это современно удобный инструмент для выгодных накоплений. Тут вы можете накопить на свои мечты или цели необходимую сумму для них, не рискуя потратить ее раньше времени. Причем за это мы еще получаем бонус к своим накоплениям, плюс 50% или выше. Все зависит от строка, который мы себе выберем. Ну и также мы можем создать здесь источник постоянного пассивного дохода, накапливая по стратегии определенные. Значит, хочется сделать кратенькое пояснение по поводу принципа народного финансирования. На самом деле он не нов и основан на популярном сейчас движении краудфандинга. В переводе означает народное финансирование, в котором люди финансируют понравившиеся им проекты, либо же начинание других людей. В жизни мы можем встретить различные жилые кооперативы, либо же кредитные кооперативы. В первом случае люди скидывают их деньгами, приобретают земельный участок у города и, опять же, своими силами нанимают подрядчиков, выстраивают квартирный дом и таким образом значительно удешевляют стоимость жилья. Ну а дальше они уже распоряжаются этим жильем по своему усмотрению, либо же сами живут в нем, либо же продают. Кредитные кооперативы тоже примерно, наверное, понимаете, как они работают, когда, опять же, все пайщики скидываются деньгами и сами же друг у друга берут взаймы эти средства под определенный процент. В нашей же системе участники взаимно финансируют частные цели друг друга, без необходимости их обсуждать. Да, можно здесь жить на проценты от копилки, но хочется попросить, если какие-то вопросы будут, то задайте, пожалуйста, в конце вебинара, чтобы я не отвлекался. Значит, суть взаимного финансирования очень простая и логичная. Путем совместных накоплений всех участников финансируются цели участников сообщества. Либо же, простыми словами, финансируй участников сообщества и сам получай в полтора раза больше. Принцип тоже очень простой. Значит, вы накапливаете себе деньги, как в обычной копилке или в банке, делаете посильные взносы в течение какого-то времени и какой-то дате, и получаете определенную сумму. Значит, все это происходит в рамках сообщества. Мы говорим, что это, в первую очередь, сообщество, это не компания. Деньги никуда не инвестируются. Здесь идет переиспределение средств между участниками. Значит, как это происходит? Все участники раз в неделю делают взносы и каждую неделю получают выплаты из той суммы, которую собрали, согласно графику выплат. Значит, поэтому говорить о самом накоплении, либо же аккумулировании средств здесь нет смысла, так как все собранные средства тут же распределяются участникам, которым подошла очередь на выплату их целей по графику. Это накопленная сумма за весь срок плюс 50%. Итак, каждую неделю замкнутый цикл. Система работает по принципу советской кассы взаимопомощи. Оттуда ноги растут. Идея проекта это хорошо проверенная старая, отлично зарекомендовавшая себя в свое время кассы СССР, которые показали безупречную эффективность и надежность на практике. То есть, когда люди могли заранее планировать какие-то крупные покупки, либо же важные события. Что они делали? Они собирались на предприятии и скидывались таким образом каждый месяц определенные суммы и решали свои материальные вопросы. Покупали крупную бытовую технику, играли свадьбы, ездили в отпуске. И вот она сама суть. Сами решали свои вопросы взаимно. Я думаю, все прекрасно знают, как работали кассы СССР. Здесь все то же самое, только здесь плюс 50% к накоплениям. Но давайте мы проведем с вами сравнение, и вы сами увидите, насколько они похожи друг на друга. Это два идентичных механизма перераспределения средств между участниками. Отличия, конечно, есть, но сам принцип тот же. Итак, с левой стороны касса СССР. Количество участников примерно 9, 10, 12 было. То есть, обусловлено это тем, что в году у нас 12 месяцев. Так как каждый делал взносы раз в месяц, то в течение года, как минимум, по одному разу каждый должен был успеть получить. То есть, взносы раз в месяц, как я уже сказал, соответственно, и выплаты раз в месяц. То есть, все, что собирали, выплачивали. Размер взноса, это была у всех какая-то фиксированная сумма, одна и та же, для того, чтобы было удобно всем. Как правило, десятая часть от заработной платы. И порядок выплат. Порядок выплат. Обычная, простая, линейная очередь. То есть, ввелся какой-то журнал, список, и кто за кем получал. Выплачивали все одному. То, что пришло за месяц. Все сбросились. Вся эта сумма крупная шла всего лишь одному человеку. И если посчитать проценты и предположить, что там не было никаких процентов, то это неправильно. Там были очень сумасшедшие проценты доходности. При условии, если все будут выполнять правила такой вот игры простой. То есть, откуда там проценты были? Допустим, мы с вами вступили в такую кассу и попали на выплату одни из первых. То есть, таким образом мы сделали там всего лишь один взнос, а получили там в десятки раз больше. И таким образом тут уже тысячный процент. И в зависимости от того, сколько взносов мы сделали, мы всегда получаем больше. В 2, в 3, в 5 раз больше, в 10 раз больше. Вот от этого и брался процент. Если в 10 раз, это значит тысячный процент. Если в 2 раза больше, то это 100%. Если там в 4 раза больше, это 500% и так далее. То есть, нулевой процент доходности только в том случае, когда мы в такую кассу вступили, сделали 12 взносов на протяжении 12 месяцев и в конце получили самые последние выплаты. То есть, даже если мы сделали 11 взносов и получили там выплату, которая равная 12 взносам, то в любом случае мы получили какую-то определенную доходность. Но опять же, там свои правила были. Теперь разберем давайте суперкопилку. Значит, здесь участников может быть абсолютно любое количество. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы все это быстрее крутилось и было интереснее участвовать, для того, чтобы реализовывались цели участников сообщества намного быстрее, взносы здесь делаются раз в неделю. Соответственно, и выплаты тоже раз в неделю. Все собранные средства идут на выплату. Размер взноса. Каждый участник выбирает сам, в зависимости от размера его кошелька. Это может быть и 1 доллар в неделю, и 5 долларов в неделю, и 100 долларов в неделю, и 500 долларов в неделю. То есть, каждый выбирает сам. И также каждый выбирает срок, который он хочет, на протяжении которого он хочет откладывать. То есть, это график выплат. То есть, вместо очереди график выплат. Каждый определяет сам, сколько недель он хочет делать взносы. 5 недель, 10 недель, 20, 40, 50 и так далее. График выплат. Теперь, как выплачивается? Значит, выплата в полтора раза больше. И не одному, а нескольким. За счет того, что выплачивается не вся сумма, собранная одному человеку, а всего лишь в полтора раза больше, чем сам внес участник. За счет этого можно выплатить нескольким участникам на конкретной неделе. И процент здесь очень простой, 150% заходности. Плюс 50% выплаты. Вот и вся разница. Если сказать коротко, что такое суперкопилка и как она работает, то суперкопилка это система совместных накоплений, которая работает по принципу советской кассы взаимопомощи, где все скидываются раз в неделю и все получают точно так же раз в неделю. Так, Юрий, можете выйти, если вам не интересно. Так, двигаемся дальше. Теперь хочется привести некоторые данные о проекте. Значит, проект работает уже больше двух лет. С мая 2013 года. Это уже 127 недель работы. За это время в системе зарегистрировалось 22 918 участников. И сделано 35 343 выплаты участникам. Выплат, конечно же, больше, потому что у каждого участника может быть несколько целей для накопления. Поэтому и выплат больше. А также очень интересно, что в системе есть своя единица учета ТЭТО. ТЭТО это греческая буква алфавита. В сообществе ТЭТО приравнено к курсу доллара один к одному. Это сделано для того, чтобы, во-первых, могли участвовать люди с разных стран мира. А второе, все-таки, чтобы сохранить сбережения участников от обесценивания национальной валюты той страны, в которой они находятся. На данный момент доллар является самой стабильной валютой мира. И, кстати, единственной резервной валютой мира. И поэтому пока ТЭТО привязано к доллару. Если же в какой-то момент доллар утратит свою ценность, то в любой момент эту ТЭТО можно привязать к любому другому эквиваленту. Хоть к золоту, хоть к тугрикам, хвостикам и так далее. Также проект выдерживает любые экономические и политические нагрузки. Опять же, это не громкие слова, а по факту, что пережил проект. А пережил он уже многое и революцию, и войну, и крах многих банков, с которыми работал. Также даже платежных систем. И все это без каких-либо личных потерь для самих участников. Вот так вот работает проект, что позволяет сохранить в самых жестких условиях накопления и сбережения участников. Обусловлено это тем, что деньги не хранятся в системе, а все, что поступает в виде взносов, тут же идет это на выплату. И таким образом храниться нечему. Таким образом проект пережил все эти потрясения. Хорошо. Как это работает? Существует два варианта участия. Кстати, второй вариант появился буквально недавно. Давайте разберем. Первый вариант – это стандартная цель. Купим небольшими суммами на определенный срок и в конце срока получаем все накопленное плюс 50% или выше. То есть небольшими комфортными взносами раз в неделю накапливаем значительную сумму и получаем все, что накопили плюс 50%. Понятно. И здесь депозитная цель. Они, кстати, были введены буквально недавно. Значит, здесь все очень просто, как все привыкли. Вносим всю необходимую сумму сразу, которую мы имеем на данный момент и которую мы хотим приумножить. И просто через определенный срок получаем плюс 50% или больше. В зависимости от срока. Значит, новые, скажем так, цели были введены из-за того, что есть определенный спрос для определенных людей. То есть многие инвестора, скажем так, больше им подходит именно такой способ участия. И из-за этого, чтобы, скажем так, суперкопилка подходила именно для всех категорий пользователей интернета и инвесторов. Именно были введены вот такие вот депозитные цели. Значит, мы видим, что отличие в том, что в обычных целях мы накапливаем, а здесь вносим все сразу. Единственное, что депозитные цели, они дают более высокую доходность, они более выгодные. Почему? Потому что люди вносят все сразу, всю сумму сразу, а не по частям. Это понятно. Теперь давайте разберемся, как же каждый вариант устроен и работает. Значит, в первом варианте это стандартные цели, когда мы по чуть-чуть накапливаем. Значит, шаг номер один. Мы выбираем с вами цель. В качестве цели можно выбрать любой материальный предмет, либо же действие, для которого нам нужны деньги. То есть даем ей название. И переходим к следующему шагу. Ставим временные рамки. То есть даем четкие временные установки, сколько по времени мы хотим копить. То есть достаточно установить срок в несколько недель и не более. То есть сколько недель мы хотим копить. Допустим, 20 недель мы готовы копить. Там, я не знаю, на шубу. Дальше. Шаг номер три. Делаем расчеты. Значит, определяем для себя сумму, которую мы хотим получить. Допустим, полторы тысячи долларов. Для того, чтобы получить такую выплату в суперкопилке, нам нужно нанести две трети от стоимости этой суммы. То есть тысячу долларов. То есть делаем с вами расчеты. То есть разбиваем эту тысячу долларов на 20 недель. То есть определяем размер еженедельного взноса. И на четвертом шаге, то есть когда мы уже цель создали, определили параметры, размер выплаты, размер взноса. Делаем непосредственно взносы. Начинаем накопление. Вметаем все сомнения и раз в неделю откладываем необходимую сумму, фиксированную, полученную при расчетах. И в конце срока, в назначенную дату, мы получаем всю накопленную сумму плюс 50% или выше. Опять же, в зависимости от срока. Чем больше срок накопления, тем больше выплата. Значит, так работает суперкопилка. Теперь, ну по депозитам, в принципе, здесь все очень просто. Опять же, точно так же выбираем цель, даем ей название. То есть делаем расчеты. То есть какая у нас есть сумма, которую мы хотим приумножить. И определяем во сколько раз мы ее хотим приумножить. В полтора, в два, в три раза и так далее. То есть в зависимости от этого мы определяем себе срок. Если в полтора раза хотим приумножить, то это там, допустим, не знаю, 15, до 20 недель. Если там в два раза, то там 25-30 недель и так далее. То есть в зависимости от того, какая сумма у нас есть и во сколько раз мы ее хотим приумножить. После этого мы просто делаем, шаг номер 4, делаем один взнос, вносим всю сумму сразу, которая у нас имеется. Ну и, соответственно, получаем в несколько раз больше. Ну и все очень просто. В назначенную дату получаем всю сумму плюс бонус 50% или выше. Но опять же повторюсь, что депозитные цели, если смотреть по срокам, то они выгоднее, чем обычные. Если там 20 недель, допустим, дают доходность 50%, а депозит не могут там 70% давать, допустим, или 80%. Ну это так, для примера. Так, ну, теперь хочется еще привести пример для начала. Значит, вот стандартный типичный пример. Допустим, мы решили сами накопить на велосипед. Стоимость его составляет 150 долларов. Значит, в суперкопилке для этого нужно накопить 100 долларов. Значит, и, допустим, мы хотим получить, ну, накопить в течение 10 недель эту сумму. То есть, из необходимой суммы накоплений, которая там составляет 100 долларов, мы разбиваем ее на 10 недель. Таким образом, мы взносим с вами по 10 долларов в неделю. Накапливаем за 10 недель 100 долларов и получаем выплату в полтора раза больше, 150. долларов. Значит, мы можем копить частями, да, вносить по 10 долларов. Либо же, в случае депозитной цели, то мы можем вместить всю сумму сразу. Ну, конечно же, там выплата составить тогда уже больше. То есть, опять же, если сравнивать с кредитами, вообще, в последнее время я часто вспоминаю про кредиты, слава богу, я от них уже отказался и вообще забыл, что это такое, то, ну, как бы, конечно же, намного выгоднее, чем кредиты. Как в кабинете найти депозит или просто один раз оплачивать и все? Все, сейчас мы разберем еще кабинет тоже с вами. Так, вот еще один, в принципе, наглядный пример личного семейного бюджета. То есть, у нас у всех есть известные даты, когда нам точно понадобится известная сумма денег на подарки, либо же организацию самого мероприятия. Это могут быть и дни рождения, и юбилей, и Новый год, и праздник 8 марта, либо же наш долгожданный отпуск. И в этом смысле Суперкопилка улучшает планирование бюджета семьи, позволяя бронировать нужные суммы на конкретные даты. При этом мы с вами распределяем минимальные платежи заранее. И нам не нужно бегать, сломя голову, занимать, допустим, завтра или послезавтра. У нас какое-то важное мероприятие, денег нет, и нам не нужно бежать к соседям, или к родственникам, или к друзьям, занимать, перезанимать, или еще хуже брать кредиты. Накапливая Суперкопилки для нас это выгодно, удобно. Во-первых, нам не нужно заботиться, где взять деньги с нужной дати. Во-вторых, мы экономим 50% отнесенных средств, а минимальные платежи не снижают общий уровень достатка нашей семьи. Ну и в-третьих, это дисциплинирует. Мы не забываем делать взносы заранее, и, конечно же, не потратим деньги заранее. Теперь, не знаю, или камера скачет, может быть, очень сильно скачет, да? Ну, может быть, такое. Так, теперь разберем с вами график выплат. Как он выглядит? Значит, график выплат выглядит следующим образом. Значит, начиная свое участие в Суперкопилке, мы сразу занимаем себе место в графике выплат, которое характеризуется датой и суммой выплаты. Ну и, конечно же, размером еженедельного взноса, который нам необходимо делать, который мы получили при расчетах. И, как мы уже хорошо знаем, выплата у нас в полтора раза больше. Значит, каждый участник может занять несколько мест в графике выплат, то есть, создать себе несколько целей для выплаты, даже в одну неделю можно иметь несколько целей. Единственное, что есть свои определенные ограничения, что размер взноса для каждой конкретной недели ограничен 100 долларами в неделю. То есть, есть свои определенные ограничения для того, чтобы система была более устойчива и более стабильна. Давайте посмотрим, значит, как это выглядит на сайте. Попробую продемонстрировать экран. Если идет демонстрация экрана, то, пожалуйста, ставьте плюсики. То есть, я вижу, что у меня идет загрузка, и вот уже пошла демонстрация. Так, все пошло, да? Так, наша задача перейти... Вот таким образом, собственно, выглядит наш сайт. Наша задача перейти в раздел «График», «График выплат», «Выплаты», «График выплат». Вот здесь вот. Так, и, собственно, вот таким вот образом наш график выплат выглядит. Значит, пока свернем. Вот мы видим недели. Значит, для каждой недели доступен определенный объем выплат. То есть, вот если мы, допустим, спустимся сюда и раскроем, допустим, вот 26-ю неделю. Значит, то есть, мы видим множество целей здесь. Во-первых, мы видим здесь, при наведении здесь на пиктограмму видим дату, что выплата будет через 6 месяцев 2 недели до 17.04.2016. То есть, мы видим здесь множество целей абсолютно на разные суммы. И на 100 долларов, и на 50, и на 75, и на 500 долларов, и на 570, и на 777. То есть, у кого-то это там есть мелкие расходы, у кого-то подарки, у кого-то просто даты. И что самое примечательное, что для каждой недели вот такой вот определен доступный объем выплат. То есть, допустим, если для этой недели, допустим, определили, что 100 тысяч долларов суперкопилка может на этой неделе выплачивать. Из расчета того, что создано уже определенное количество целей на всех этих неделях, да, даже на более дальних. И, то есть, есть определенный, скажем так, подсчет того, сколько будет взносов на этой неделе. И поэтому для каждой недели определяется доступный объем выплат. И таким образом участники создают себе цели до тех пор, пока на какой-то конкретной неделе есть место в графике выплат. Как только, скажем так, место на какой-то конкретной неделе заканчивается, то есть, она закрывается. И на какой-то конкретной неделе уже создать себе цель нельзя. Потому что там уже превышен, скажем так, объем выплат, который проект может сделать. То есть, примерно так. Также мы можем наблюдать, что, допустим, вот выплата 678 долларов на 28 неделе. Здесь при наведении на сумму есть подсказочка, что участник сделает 31 взнос по 10 тет, да, или по 10 долларов. Всего внесет 310, да, ну, 31 умножаем на 10. Получит выплату 678 тет. И 3 взноса уже сделано. Почему? Потому что мы с вами сейчас смотрим 28 неделя, а участник создал цель на 31 неделе. Вот здесь видно, да, что 31 взнос сделает. То есть, он создал на 31 неделе, то есть, 3 недели уже прошло, он сделал взносы. А сейчас, как бы, у него цель сдвинулась уже на 28 неделю. И таким образом он продолжает делать взносы и постепенно, постепенно, скажем так, подходит к своей выплате. И можно видеть огромное количество целей на текущей неделе, которые получают участники абсолютно с различными суммами выплат. То есть, все не помещается, и вот здесь вот специально есть кнопочка «Показать еще». И все это можно посмотреть, какие выплаты получают участники. И маленькие, и большие, и первые, и тестовые, и самые-самые-самые, и только могут быть. То есть, для интереса можно полистать и посмотреть, какие здесь суммы выплачивают. Также, на главное, можно видеть краткую статистику. Хочу сразу показать. Значит, вот здесь есть очень интересные статистики. То есть, во-первых, сколько работает система, сколько участников, сколько новых целей создано, сколько всего целей создано за весь период, сколько выплачивано на конкретной неделе. Есть также новые цели, добавляются там каждую минуту. Можно раскрыть эту страничку и посмотреть, сколько за сегодня целей участники создали. Здесь мы видим участник, его псевдоним, видим, на какой срок он создал, да, на какой неделе он создал себе цель, как он ее назвал, да, и видим сумму выплаты. И видно даже время, какое было создано и так далее. То есть, очень это интересно посмотреть, почитать, поизучать. Так, хорошо, с этим разобрались вроде. Так, у кого-то что-то со связью, видать, у кого-то что-то виснет. Так, идем дальше. Что у нас там дальше по презентации? Теперь, хочется сказать парочку слов про отзывы. Также можете зайти на сайт. На сайте опубликовано сотню отзывов обычных людей. Можете посмотреть, то есть, очень огромное количество этих отзывов. Можете сами зайти, ознакомиться. Ну и также можете поискать в интернете эти отзывы, ввести Суперкопилка отзывы, переключиться, допустим, на вкладочку видео, вот здесь вот как показано. И опять же, огромное количество результатов вы найдете просто доступных в интернете. Можете сами все проверить и найти все отзывы по проекту Суперкопилка. Так, хорошо. Теперь я еще хотел, значит, показать вам личный, как это устроено в личном кабинете. Но прежде давайте разберем с вами партнерскую программу. Значит, самая интересная, скажем так, часть данной презентации. Почему? Потому что именно в начале презентации я задавался вопросом, как я могу откладывать еще больше, чтобы накапливать еще больше. Ну, собственно, партнерская программа в данном случае решает, скажем так, мою проблему. То есть я, рекомендуя данный проект в интернете, могу получать отличные бонусы по партнерской программе. Значит, всего в партнерской программе 8 уровней. То есть на первом уровне 10%, на втором 5%, на третьем 2%, на четвертом 1%, на пятом 0,5%, на шестом 0,3%, на седьмом 0,2%, на восьмом 0,1%. Значит, первый уровень именно, скажем так, стимулирует лично нас на то, чтобы рекомендовать своим друзьям или не друзьям, или знакомым или незнакомым в интернете людям данное сообщество, данный проект. Второй уровень 5% это именно мотивация на то, чтобы работать с нашими лично приглашенными, которых мы пригласили, и таким же образом помогаем им точно так же пригласить в проект своих друзей и знакомых. И все остальные уровни это как награда за свое старание, за личные рекомендации. И таким образом идет хорошее поощрение, хорошее вознаграждение на 8 уровней в глубину. Точно таким же образом мы, скажем так, делаем сообщество привлекательным для лидеров различных сетевых компаний, или тех, кто работает по партнерским программам, которые любят строить огромные команды и так далее. Но делаю еще акцент на том, что партнерская программа это не обязательное условие для участия в проекте, это исключительно если вы хотите иметь дополнительный заработок какой-то и дополнительно получать по партнерской программе, то, пожалуйста, есть все инструменты для этого, есть пошаговое обучение для партнеров, как приглашать, как рекомендовать, как работать в социальных сетях и так далее и тому подобное. Но если же вы просто решили копить, никому ничего не говоря, никого не приглашая, то, пожалуйста, создавайте цели на определенные сроки и копите. Получайте в полтора раза больше никаких проблем нет, обязательств никаких нет. Ну и точно таким же образом партнерская программа привлекательна для тех, кто не может или не имеет возможности делать накопление, он просто может работать по партнерской программе и для этого ему не обязательно делать накопление. Вот, собственно, наше сообщество привлекательно для двух категорий пользователей интернета, для тех, кто не любит приглашать, но любит инвестировать, либо же для тех, кто нечего вложить, но они зато с удовольствием бы рассказали всем, о таком интересном проекте. Так, хорошо, теперь мне нужно зайти в личный кабинет, чтобы продемонстрировать вам, как это все устроено в личном кабинете. Так, сейчас включу еще раз демонстрацию экрана. Как только пойдет демонстрация экрана, то, пожалуйста, поставьте плюсики. Счастье, если пойдет демонстрация. Так. Так, есть демонстрация? Вижу, что у меня уже пошла. Да, вот здесь Кина спрашивает. Да, партнерские бонусы начисляются каждую неделю. Не один раз, не единожды, а каждую неделю за каждый сделанный взнос. Вы, допустим, пригласили человека, он создал себе, допустим, три цели, и он там намерен копить в течение 20 недель, допустим. И вот на протяжении 20 недель с каждого сделанного взноса вы получаете вознаграждение по партнерской программе. То есть, вот так вот. Если же, допустим, ваш приглашенный создал депозит, допустим, и он там внес всю сумму сразу, то, соответственно, вам 10% сразу за всю сумму депозита начисляется. Вот. Очень, скажем так, интересно. То есть, действительно, получается пассивный доход. При этом нам не нужно каждую неделю кому-то звонить и напоминать, слушай, ну, купи вот такой шампунь, или купи вот такую вот помаду, или еще что-то, потому что мне нужно сделать какой-то товарооборот, или еще что-то. Нет, про это можно забыть. То есть, один раз мы пригласили кого-то, и все. Он сам прекрасно знает, что ему нужно делать взносы. Сам знает, для чего он копит. У него есть четко поставленная цель. И скажет, ну, слушай, что ты мне напоминаешь? Я без тебя знаю, что мне нужно делать взносы. Таким образом, в принципе, вы пассивно получаете вознаграждение по партнерской программе. Очень интересно и удобно, и выгодно. Так, хорошо. Значит, личный кабинет. Как он выглядит? То есть, если пошла демонстрация, отлично. Значит, это, в принципе, главное личного кабинета. Здесь есть баланс в стетах, мы видим. Значит, здесь мы видим доступный баланс. То есть, есть такие счета, как предоплата взносов. Здесь есть общая сумма, которую нужно необходимо вносить в неделю. То есть, если какая-то цель не оплачена, то здесь помечается, что ожидается такой-то определенный взнос по какой-то цели. Ну и кнопочки. Пополнить баланс. Работает с тремя платежными системами. Perfect Money, Nix Money и Advanced Cash. Advanced Cash позволяет пополнять личный кабинет с системами Kiwi, Bitcoin, Яндекс.Денье, OcPay. И еще различные банки. Ну, собственно, в принципе, через платежные системы Perfect Money и Nix Money тоже особых сложностей никаких нет. То есть, это анонимные платежные системы. И, в принципе, вот, допустим, у Nix Money очень, скажем так, небольшой процент комиссии. Ну и то же самое, вывести баланс. Точно так же мы нажимаем и определяем для себя ту платежную систему, которую хотим вывести. Значит, для того, чтобы все это делать, здесь вот есть мой профиль, который надо заполнить внимательно и потом все эти данные подтвердить. Теперь, как же выглядит создание целей, либо же депозитов. А, значит, ну, собственно, вот так вот выглядит в кабинете график выплат. И, если вы обратите внимание, для каждой недели есть доступный объем выплат. Вот. Единственная проблема заключается в том, что эти места очень часто разбирают участники, да, и вот на коротких неделях нет возможности создать цель. То есть, и вот для каждой недели мы видим доступный объем выплат. Вот, допустим, начиная с 17-й недели, то есть, максимальная сейчас доступная сумма выплат – это 2,5 тысячи тест. Да, то есть, больше этой суммы мы себе цель создать не можем. То есть, это ограничено, скажем так, доступными возможностями проекта. Значит, вот здесь есть 2 кнопочки для каждой недели. Мы здесь также видим дату выплаты, да, допустим. Вот 20 недель, чтобы нам легко было считать. Вот 20 недель, выплата 29.02. Вот здесь у нас создать цель, это стандартная цель для накопления. Давайте нажмем на нее и посмотрим, как она выглядит. Значит, здесь мы видим, значит, название поля, да, то есть, мы, допустим, пишем шубу жене. Также у нас максимальный размер взноса для этой недели составляет 100 долларов, да, или же 3 140 долларов выплата. И мы можем, скажем так, выбрать себе для себя 2 параметра. Либо же мы можем написать необходимую сумму, которая нам нужна. Допустим, это полторы тысячи, да, и автоматически нам калькулятор считает размеры еженедельного взноса. Давайте, может быть, ближе сделаю, чтобы было понятнее. Вот. И калькулятор нам автоматически считает размеры еженедельного взноса. Или же, допустим, мы можем вносить там всего лишь по 45 долларов в неделю, да, рассчитывая свой бюджет. Таким образом, сумма выплаты составит 1413 долларов. Дальше мы здесь видим, что сумма накоплений составит 900 ТЭТ, да, 45 умножаем на 20. И в скобочках это 20 взносов по 45. Доходность мы получаем в 1,57 раз больше, то есть доходность 57%. То есть понятно, да, с этим целями? Хорошо, давайте вот мы смотрели 20 недель, давайте посмотрим, допустим, где у нас 50%. Вот на 18 неделе у нас доходность в 1,5, ну, 51%. Давайте нажмем, то есть опять же обычная цель, создать цель. То есть таким образом максимум мы здесь можем с вами накопить, это 2718. Ну, допустим, опять же, все те же 40 долларов в неделю, которые мы можем вносить, ну, и мы видим сразу, что точно так же мы 40 долларов вносим, то есть, но на 2 недели меньше, и мы с вами накапливаем, то есть намного меньше, да, то есть всего лишь там получаем выплату 1000 с копейками ТЭТ, да, а накопим 720, 18 взносов по 40, а, мы там считали по 45, ну, примерно вот так вот, все равно там примерно на 200 долларов меньше, вроде бы 2 недели, а 200 долларов, то есть понятно, да, потому что здесь и доходность меньше, и взносов мы меньше делаем, то есть с этим понятно. Теперь давайте рассмотрим, вот здесь есть кнопочка открыть депозит, вот допустим, сразу давайте посмотрим разницу, если здесь 1,57, да, то это, скажем так, 57% доходности, да, то здесь мы видим плюс 85%, то есть насколько выгоднее депозиты получаются. Нажимаем, допустим, открыть депозит, здесь пишем шубу жене, и здесь мы просто вносим всю сумму сразу, да, которая у нас есть, допустим, 2000, да, или там 1000, допустим, долларов, и вот мы видим, что мы получаем на 85% больше, потому что всю сумму мы вносим сразу, то есть мы получаем в 1,85 раз больше. Ну и допустим, на более, вот на 17 неделе, то есть плюс 69%, когда обычная цель дает всего лишь там 48%, а депозит дает 69%, то есть с этим тоже, в принципе, понятно разобрались, да. То есть выбираем нужную дату, которая нам надо, либо же определяем необходимую сумму, которую мы хотим накопить, и в зависимости от своего бюджета, допустим, накапливаем. Допустим, если нам нужно накопить 4000 долларов, то вот эти все недели нам не подходят, мы просто здесь смотрим, какая доступная максимальная выплата. Если нам нужно 4000 накопить, то мы, скажем так, создаем цель на 22 неделе. То есть, опять же, мы получаем и доходность больше, и накапливаем больше. Допустим, мы будем копить по 10 долларов в неделю. То есть, внесем за 22 недели 220 долларов, получим выплату 356. То есть, получается, что цели, скажем так, они очень, скажем так, удобные, в том плане, что нам не нужно здесь и сейчас иметь какую-то определенную большую сумму. Достаточно иметь небольшой взнос раз в неделю, который мы можем откладывать и вносить в проект, и таким образом можем, скажем так, выложить. Получать всю накопленную сумму, да, и еще плюс бонус. Так, ну, по остальному в кабинете, в принципе, вы сами, я думаю, сможете разобраться. То есть, есть система личных сообщений в личном кабинете, где вы можете общаться со своими партнерами, да. То есть, выбираете, с кем хотите пообщаться и, скажем так, приглашаете. Также, то есть, видим партнерскую программу, сколько здесь приглашено, на каком уровне. Вот, допустим, переключаемся сюда и смотрим, да, кто кого сколько пригласил. Значит, здесь, значит, видно, сколько приглашено и видно, сколько заработано лично с нашего пригласившего и с тех людей, которых мы пригласили. То есть, с этим тоже понятно. Также, в личном кабинете есть мероприятия, да, вот, как сейчас, наверное, многие смотрят именно с личного кабинета презентацию. На каждую презентацию можно записаться и, таким образом, посетить ее прямо из личного кабинета. Записавшись, мы видим какое-то текущее мероприятие. Вот, собственно, вот так вот. Так, если все здесь понятно, то, в принципе, давайте потихонечку подводить нашу презентацию к завершению. Так, в Адвэ, в Адвакэш комиссия больше, да, так и есть. Перфект Маня пользуется, нет Маня иногда. Прямо не, ну, это вы тут общаетесь. Так, хорошо. Как сделать себе постоянный пассивный доход? Ну, как я уже понял, что вы уже являетесь участницей Суперкопилки. Значит, на сайте есть очень хорошая статья. Значит, вот ссылочку не буду давать, да, потому что это, скажем так, неправильно. Значит, на сайте есть в разделе что нового статьи, а там есть стратегии накоплений. Зайдя туда, там есть коротенькая статья с таблицей расчета и с подробной видеоинструкцией. Значит, в Суперкопилке можно создать себе пассивный доход, создавая, то есть, несколько целей подряд, там, с первой, допустим, по 21-ю, да, или по 25-ю. И таким образом, на каждой неделе мы начинаем получать с вами выплату и плюс еще одну цель создаем. И таким образом, закольцовка наступает в тот момент, когда сумма выплаты у нас превышает сумму взносов по всем созданным целям. И вот эта разница является нашим пассивным бесконечным доходом. Так, хорошо. Теперь, как я обещал, значит, сюрприз для новичков. Как я уже сказал, значит, на ближних неделях очень быстренько разбирают места в графике выплат. И специально для новичков мы всегда держим определенное количество места в графике выплат. Оно, конечно, периодически заканчивается, но, тем не менее, то есть, стараемся держать какое-то определенное количество. Для чего? Для того, чтобы новички могли в максимально короткий срок быстро проверить работу проекта. То есть, можно создать цель на ближайшие 4 недели. То есть, можно даже создать цель на первой неделе, сделать один взнос и уже в ближайший понедельник получить выплату в полтора раза больше. Вот такое вот предложение. Можно там на 2, на 3, на 4, в зависимости от того, какую сумму вы хотите получить. Так, тут уже потихоньку начинаются вопросы. Так, и, то есть, с чего начать? Конечно же, в первую очередь, обращайтесь в человек, который вас пригласил сегодня на презентацию. Значит, позададите вопросы сейчас, да, либо же своему пригласителю. И как только он вам даст ссылку, зарегистрируйтесь, с вами свяжутся помощники из Суперкопилки. То есть, это не спонсоры, как мы привыкли называть, а люди, которые работают в Суперкопилке. То есть, они постоянно держат связь с участниками и, скорее всего, вам перезвонят и помогут разобраться во всех, во всех нюансах. И вы им, в принципе, тоже сможете задать дополнительные какие-то вопросы. Вот. Так, а сколько вы будете жить? Так, спасибо, все понятно. Единственный главный вопрос, сколько будет существовать ваш проект? Ну, в планах команды Суперкопилки, то есть, сделать так, чтобы проект действительно работал очень-очень долгое время. Все усилия прилагаются именно к этому, для того, чтобы проект просуществовал очень долгое время и проработал очень долгое время. Потому что, в первую очередь, команда проекта создавала именно такой надежный инструмент, которым могла бы и сама пользоваться. И, в принципе, она сама на таких же правах все участники участвуют в этом проекте. И, конечно же, они в первую очередь заинтересованы, чтобы этот проект работал очень-очень долгое время. Значит, работает уже, да, с мая 2013 года, я же говорю, даже при самых неблагоприятных экономических, политических условиях. Но, тем не менее, проект развивается и растет. Так. Ну, и, конечно же, все зависит от участников. Все зависит только от участников. Сколько участникам нужна будет такая система, сколько она и будет существовать. Так, можно ли создать сначала на 26-й неделе, а потом на ближней? Можно создать сначала на 26-й неделе, а потом на ближней, но тогда у вас, скажем так, не будет той привлекательной доходности в полтора раза больше, которая дается новичкам. Она у вас там снизится до 20-ти процентов, до 30-ти процентов. Поэтому вам желательно сначала начинать с самых коротких, чтобы получить доходность плюс 50-ти процентов максимальную. И постепенно дойти до 26-й недели. Витяй, а сколько вы будете жить? Витяй, я уже ответил на этот вопрос. Ну, скажем так, ты уже должен знать, сколько проекта будет работать. Может, ты уже давно у нас в системе? Так. А еще я всем рекомендую почитать такое очень интересное интервью, которое буквально недавно опубликовали на сайте. Именно для сайта партнера, которая попросила ответить на некоторые вопросы. Очень много интересных вопросов. Некоторые, может быть, даже с подвохом. Я не знаю. Поэтому обязательно зайдите на сайт, раздел «Что нового статьи». Там есть интервью с партнером. Обязательно почитайте. Там статья очень объемная. Но нету там воды никакой. Очень, скажем так, хорошо отвечает команда. Суперкопилка. Суперкопилки. На вот такие вот всякие интересные вопросы. Так, Эльдар, спасибо, презентация была отличная. Спасибо за обратную связь. Так, очень приятно. Хороший ответ, вы знаете, сколько будете жить. Да, Витя, это ваш адрес. Да, ваш огород полетел камень. Как попасть на второй урок обучения. Танабо. Ну вот в первом уроке там есть контакты кураторов по обучению. Вы добавляли с ним скайп-контакты? Вот можете просто зайти на первый урок, взять эти контакты. Если вы уже первый урок выполнили. Просто взять контакты, добавиться в контакты и попросить ссылку на следующую, на тот урок, на который вам надо. Ярослав, от чего зависит комиссия на вывод для новых участников PerfectMoney, NixMoney? Если пополнялся с двух платежных систем, то вывод на любую под 0%. Значит, Ярослав, там примерно работает это все следующим образом. Если вы 100 долларов завели через NixMoney, то через другие платежные системы будет своего рода определенный процент. Это первое. То есть, как только, допустим, если вы хотите выводить через PerfectMoney, то вы должны внести, как минимум, такое же количество средств через PerfectMoney. Точно так же, там, 100 или 110 долларов. Тогда, как бы, у вас комиссия будет, то есть, комиссии не будет вывода через PerfectMoney. То есть, насколько я понимаю, работает примерно так это. Так, тамбов, логику включите. Так, Витяй, ты, пожалуйста, не возмущайся, хорошо? Не обижайся ни на кого. Просто вопрос действительно такой неоднозначный. Сколько будет существовать наше государство, в котором мы с вами живем? Никто не знает, в какую форму все это перейдется. Сколько просуществует наша планета до того, как убьют ее сами жители? Вот скажите, пожалуйста. Тоже интересный вопрос. Так. Витяй, 2016 год еще, вообще-то, не наступил. С мая 2013 года. Сколько проект будет жить? Будет жить... Я надеюсь, что очень-очень долгое время, я же говорю. Но все зависит не только от команды проекта, да, а все зависит и от участников тоже. Потому что, что мы, скажем так, как у нас работает в жизни молва, да? Когда мы купили какой-то вкусный кофе, да, и рассказываем об этом всем, соседям и так далее. Так. Работа только в долларах? Нет, не только в долларах. То есть, абсолютно в любой валюте мира, пожалуйста. Только все это конвертируется в единицу учета тета, значит, в личном кабинете. Ну, а тета приравнена к доллару. То есть, идет пересчет, скажем так. Одна тета, один доллар. Ну, и, конечно же, неспроста, в принципе, еще эта единица учета, как бы, сделана в проекте. То есть, пока это просто единица учета. А в дальнейшем, все-таки, планируется, скажем, сделать из нее настоящую валюту. Которая будет, скажем так, которые можно будет напрямую обмениваться товарами и услугами. Но пока об этом говорить рано. Это, скажем так, такие далекие планы. Поэтому давайте сконцентрируемся на нашем сообществе взаимного финансирования. То есть, это первый этап, скажем, на пути к достижению цели. То, к чему стремится проект, тоже можно найти на сайте. Есть интересная статья, называется «Будущие суперкопилки или как покорить мир». Ну, и, конечно же, интервью тоже почитайте. Такое очень достаточно хорошее, объемное интервью. Я для себя очень много нового, между прочим, узнал. Несмотря на то, что я с самого начала нахожусь в проекте. Так, Танабов, ко мне есть какой-то вопрос? Если есть, то, пожалуйста, повтори. Так, что вы там ругаете между собой? Можно ли создать депозит на 30 недель? А через некоторое время создать еще депозит на 20 недель? Конечно, Ярослав, можно создавать столько депозитов, сколько надо, столько целей, сколько надо. Но предлагаю, допустим, вот есть какая-то определенная сумма. Вот половину на депозит и половину на цели. Это такая вот личная рекомендация. То есть, часть суммы мы вносим сразу, а на другую цель мы копим постепенно. Так, конечно, можно сразу несколько целей создавать. Хоть 10, хоть 20 целей можно сразу создать. Можно, конечно же, и одну цель, потом другую. То есть, получили выплату, эту же сумму полученную. Можно снова внести и таким образом постепенно приумножать и увеличивать свой капитал. Так, не будет ли банк Суперкопилки обузой для проекта? На этапе вкладов все хорошо, а на этапе выплат. Ну, Ярослав, я, скажем так, мало вообще вижу ситуацию, которая находится внутри проекта. Но, учитывая то отношение, которое есть в проекте, со стороны команды проекта, то есть, видно, что создаются дополнительные инструменты для того, чтобы проект был более устойчив. Это первый момент. Второй момент, если есть спрос на какое-то предложение, то это нужно давать людям. Иначе будут проходить мимо, правильно? То есть, дополнительные, скажем так, какие-то резервы, которые будут хорошо стабилизировать систему каких-то там сезонных активностей, да, там, допустим, каких-то скачков или еще чего-то. Я думаю, это очень хорошее и классное и правильное решение, что вот были введены вот эти вот депозиты. Это еще в несколько раз увеличит стабильность системы. Так. Так-так-так-так-так, не могу выйти на второй урок, добавьте скайпи. А, тамбов, это по поводу скайпа, да? Владимир, правильно, да? Нет? Как вас зовут? Что-то я не вижу, чтобы вы ко мне добавлялись. Танабов, танабов, танабов. Так. Я же говорю, в скайп добавьтесь, там есть мой скайп и есть Татьяна еще. Вот можете к ней еще добавиться. Кто создатель проекта? Кто создатель проекта? Ну, во-первых, насколько я понимаю, что это не один человек, да, такой организовал. То есть, своего рода команда была. Ну, а судя из той информации, которая есть на сайте, то, в принципе, вполне нормальные, светлые, этичные люди создали этот проект. Опять же, рекомендую зайти на сайт, раздел интервью, там именно написано, как разорождался проект, то есть, в какой ситуации была команда, какую цель они перед собой ставили, через какие сложности прошли и чего достигли в конечном итоге. Так, сообщение отсылается, ждите, пожалуйста, ой, это не я. Так, танабов, мой скайп. Хорошо, я сейчас добавлюсь к вам и дам вам ссылочку на ваш второй урок. Ну, когда уже вебинар закончится. Так, а, вот, я вижу. Я вам контактные данные отправил, Татьяна. Вот, я уже знаю, как вас зовут. Вот, я вам даже ручкой помашу. Ага, я просто не увидел вашего сообщения, я понял. Бывает, что скайп, когда до того, как вам авторизовали, да, добавили ваши контакты, то сообщение, которое вы писали до этого, оно не всегда отображается. Так. Так, Виталий, спасибо, помогает здесь активно. Так. Ну, в принципе, друзья, если вопросов нет, то давайте будем завершать нашу презентацию. На вопросы я постарался ответить. Хочется закончить презентацию такими словами. Улдай. Что за сюрприз был для новичков? Улдай. Сюрприз был вот такой, что количество мест на коротких неделях, на ближних неделях ограничен. И для того, чтобы новички могли быстро проверить работу проекта, да, практически не рискуя ничем, а буквально в первую неделю получить выплату плюс 50%, или в первые 4 недели. То есть можно выбрать с первой по четвертую неделю в графике выплат. То есть специально для новичков там есть места, но их ограниченное количество. Почему? Потому что много мест проект просто так раздавать не может, с такой высокой доходностью. Поэтому оно ограничено. Так, вот такой вот сюрприз. Вот Ярослав говорит, неплохо бы добавить. Ну вы знаете, они говорят, что хотят какие-то еще цели добавить к новому году. Но не знаю, может быть и такого формата. Может быть что-то другое. Вот не знаю, посмотрим, доживем до нового года, увидим. Но можно сказать единственное, что проект не стоит на месте. А то, что не стоит на месте, как мы знаем с вами, умирает. Поэтому хочется закончить вебинар такими словами. Не забывайте каждый раз говорить миру спасибо. Это поистине волшебное слово, обладающее силой привлекать деньги. Вас никто не заставляет в это верить. Просто попробуйте. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...